Микс Ньюс Сейчас мы поговорим с главой туроператора Тест Тур Латвии Константином Пальговым После 9 часов интерактиве поговорим В принципе сопряженной теме О свежих решениях правительства Относительно борьбы С пандемией коронавируса Константин, доброе утро Да, ну вот собственно да, вчера правительство Приняло свежие решения и вообще Если так смотреть, то казалось Что мы уже как бы выходим из этой пандемии Какие-то меры Они стали более Такими легкими Что-то отменялось, но теперь мы видим Что все-таки это оказалось Такой перерыв, вот как вы все это Переживали, переживаете Все достаточно сложно на самом деле То есть Ничего подобного естественно не было у вас На память Можно вообще трудно говорить, вообще у вас сегодня праздник Поздравляю для начала и вызываю всех Кто слушает с самого утра Сделать именно это, потому что радио с которым Ну не с которым просыпаешься На которого слушаешь с утра Это на самом деле очень приятно А теперь о грустном Спасибо, да Теперь о грустном Хорошо К сожалению, конечно, такого испытания для индустрии не было никогда Я понимаю, что для многих индустрий Кризис прошел практически незаметно и проходит Для некоторых даже с прибылью Для индустрии туризма, которая не могла никогда подумать Что в современном мире можно остановиться практически Ну уже больше чем 4 месяца Это трудно было представить Мы всегда говорили, что можем справиться с кризисом С любым, ну не мы, но как бы предотвратить последствия для туристов Которые путешествуют Это будет политический кризис, экономический, экологический, финансовый и так далее Можем вывести всех быстро Но так, чтобы закрыли все направления, конечно Для индустрии это очень тяжело Не только для тех, кто отправляется в путешествие Но и для индустрии туризма, которая принимает здесь гостей Если вы зайдете в гостиницы центра города Это какая-то фантасмагория Вы увидите темные коридоры Отсутствие людей на ресепшен Закрытые рестораны и практически заколоченные окна Для индустрии, которая дает почти 5% ВВП Где есть 10% рабочих мест Это достаточно серьезный удар И до сих пор, к сожалению Ну, я бы не сказал Пока мы только начали выходить из кризиса И сказать, что мы дойдем до каких-то оборотов прошлого года Наверное, надо подождать несколько лет Но вы, насколько я понимаю, успели возобновить чартерные рейсы в Грецию Конечно, все, что можно сделать Делается Первые рейсы уже улетели с 5 июля Три рейса в неделю в Грецию Это такая почти лучик солнца в темном царстве А вот это интересно, как быстро удалось это все организовать? Может, я так понимаю, что греки тоже до последнего не верили Знаете, первые рейсы должны были быть в Болгарию 21 июня Прямо перед лигой 20-го мы приняли решение не лететь Потому что СПКЦ опубликовала новые данные Которые говорили, что по Болгарии Пошла обратная амплитуда И невозможно было просто отправлять Потом она еще и увеличилась И увеличилась дважды Сейчас в Болгарии больше 30 Наши соседи, литовцы, все равно полетели Потому что в разных странах есть несколько разных критериев Не общеевропейских, а национальных Там есть критерии Они полетели и через неделю должны были всех туристов вернуть обратно То есть это еще и опять новые инвестиции, которые нужно было делать Я согласен с Винкеле, которая вчера говорила Что работать сейчас, надо учитывать Что просто приходится работать в непрогнозируемых условиях Никто никогда этому не учил, не обучал Просто надо быть 24-7 То есть вы в этом смысле на стороне государства, согласны? Ну и государство, кстати говоря, помогает Вот шел сюда, думал, есть вещи, за которые можно ругать или ругаться А есть вещи, которые... Не, ругаться не буду Нет, ну мы потом об этом попозже поговорим Но все-таки вот о Греции Я понимаю, что вы были в контакте с первыми туристами Вообще как впечатление? Открылись ли отели? Во-первых, греки, конечно, всех очень ждали Они понимали, что на Средиземном море из массовых направлений Они самые первые, самые лучшие, самые желанные Они на самом деле смягчили все, что можно было смягчить Для того, чтобы было спокойно туристам Объяснили все правила, которые необходимо соблюдать Правил много, невозможно дикарям или людям, которые ждут последнюю минуту Прыгнуть в самолет, накануне улететь Это невозможно, потому что... Все, большие те времена, да? Нет, нет, в том числе потому, что самолеты полные летят Потому что есть очень сильные ограничения по местам, просто по предложениям А второе, необходимо получать специальные QR-коды, которые оформляются за 48 часов до вылета Так, чтобы это сделать за 5 минут до, это невозможно Поэтому, если вы даже вдруг как-то попытаетесь пройти эту ситуацию И вдруг доберетесь до Греции Вам на границе попросят предоставить QR-код Если у вас нет, просто чистая депортация мгновенная и так далее Поэтому сейчас путешествовать за границу все-таки Ну, я не говорю бизнес-путешествие или страны, которые открыты А массового туризма или там, где вы не понимаете, какая эпидемиологическая ситуация Все-таки лучше организовано, чтобы знать, что происходит И просто не скомкать свой отпуск и не выбросить деньги на ветер Ну, вот, кстати, спрашиваю, да, или даже просто среди знакомых много людей Которые, они вот, особенно сейчас, когда ситуация улучшилась Они уже подумали, что, ну, может быть, куда-то полететь И вот покупать билет, не покупать Если он куплен, как его возвращать Вы вообще что посоветуете? Все, что касается сейчас, вышел закон, который касается ковида И он регулирует все вещи, связанные с переносом туров, путешествий Ну, и некоторые другие регуляции, которые могут коснуться путешественников там Но если коротко говорить, то потребитель защищен То есть, если так, очень просто Есть процедура, по которой необходимо пройти Связанная с переносом путешествия, с возвратом денег С оформлением и с верификацией этого случая Что произошло именно по ковиду А не просто человек решил проснуться Он говорит, да, я не полечу и все То есть, так, конечно, не годится И это немножко симуляция ситуации Вот, поэтому закон регулирует все И турист может спокойно путешествовать Проблема в том, что ситуация меняется каждый день в любой стране Как я сказал, в Болгарии Многие люди из Балтии, из Риги имеют квартиры там И купили когда-то недвижимость И просто не могут поехать провести свой отпуск Потому что нет сообщения и там все закрыто Утром я посмотрел, что Болгария вроде бы сказала Что окей, мы не требуем справки или карантина Из тех стран, которые приезжают Но все равно есть те, кто возвращается из Болгарии Должны на 14 дней закрыться Хотя здесь тоже очень много нюансов существует Есть люди, которые уже побывали в Анталью и прилетели Только они летели так Рига, Амстердам, Амстердам, Стамбул Я не буду называть, чтобы они летели так То есть каким кругом, какие-то дырочки существуют Для того, чтобы это все обойти Но опять же, это люди играют с огнем Во-первых, со своим здоровьем Во-вторых Это креативненько, да? Ну я бы это слово не употребил Для данных случаев Ну да, то есть ищут те пути, которые на самом деле Они неадекватны И, наверное, такой отпуск не стоит начинать С такого риска Да, ну мы знаем, что это эстетическая сфера Ну конечно в нормальном режиме Всегда работает чуть-чуть с опережением Уже заранее Смотря на то, что вот наступит осень, зима Какие могут быть туры Сейчас, я так понимаю, вообще ничего Самолеты летят полные То есть специфика такая Никто не покупает вперед Ну я не буду сейчас никого обманывать Слушаю, это очень много людей Никто не покупает вперед Например, на сентябрь, на октябрь Все покупают за неделю до вылета И это, ну так, вот масса туристов садится Но это еще возможно успеть, да? Это если, конечно, есть места Это понятно, да Подороже, наверное, вы хотите Уже есть, но потому что гостиницы Это предлагали где-то там Шесть-восемь месяцев обратно Сейчас таких нет Многие гостиницы не открылись Им просто нечего предложить скидки Они говорят Скажите спасибо, что мы открылись Многие топовые гостиницы У которых точно есть деньги Они не открываются Ну, наверное, по разным причинам Потому что у них есть другие альтернативы Там внутри цепочки А второе Содержать такое количество людей Которое было в простое Но все и в Греции кризис И в Турции кризис И в Италии кризис И в Испании кризис Фактически сейчас осенью На осень даже сложно что-то и прогнозировать Осень вообще хорошее время путешествия Любимое у латвийцев Это было забронировано еще в феврале Люди, кстати говоря, находятся на своих местах Они не снимают Мы вынуждены их снимать Перед вылетом Если рейс отменяется Конечно, многие ворчат Ну, многие ругаются И ругаются иногда не по-детски Я бы сказал Иногда приходится колл-центр Где люди сидят и отвечают на звонки Просто отбирать телефон на 2 часа От некоторых сотрудников Потому что есть стресс Но люди некоторые вещи не понимают А вот возврат как раз Насколько я помню Именно экономики Предоставил такую возможность турфирмам И это такая глобальная практика Когда возвращают не деньги А ваучеры так называемые Ты можешь просто использовать его позже Это такой хитрый момент Я вот, например, тоже попал Под такую практику Одного из лоукостеров европейских Когда возвращают не деньги А именно ваучер Вообще вам, как турфирме И как предпринимателям Насколько вас это устраивает И, конечно, с точки зрения клиентов Это тоже, я знаю Это точно не всех устраивает Да, согласен с тем Что я недавно Недавно в марте Сделал покупку в интернете Где мне до сих пор говорят Надо подождать И ждите И даже ваучер не выписывают Просто признают Что такая транзакция была И сказали, что вернем Хотя и незначительная сумма То, что сейчас происходит в туризме Как я сказал В первую очередь Вообще кризис ковидный Коснулся как раз Индустрию туризма Авиации Транспорта И именно вот эти ваучеры Которые предложили Сейчас государство Это решение Которое принято Во всей Европе Это не касается Латвии Это не касается Эстонии Мировая индустрия Она строилась так Что все в бизнесе происходит Инвестирование денег Ну как бы В долгую Напрямую И задолго Нет такого Что есть оборотные средства У компаний Которые могут сейчас Справиться с тем объемом Который был нарушен Это не означает Что была пирамида Это не значит Что все авиакомпании мира Работали как пирамида Это просто предварительные Такие Десятилетние Инвестиции Которые были созданы И которые реализовались Год от года И сейчас вот вдруг В одной части Это все прервать Это означает Что необходимо Просто остановиться И выдумать Некий инструмент Который сейчас Называется ваучер Ваучер в том числе Был загреплен законом Совсем недавно Несколько дней назад Кабинетом министров Латвии Там регулируются Все вопросы Связанные с тем Чтобы люди Просто не потеряли деньги И не только Не потеряли деньги люди Но и предприниматели Или производители Не остановились Это очень важно То есть этот инструмент Он обидный Досадный То есть связан с тем Что невозможно Это все Монетизировать В настоящие деньги Но тем не менее Это то что Поможет человеку Не потерять И как то просто Отложить свое путешествие Вот мы так плавно Подошли Действительно Государственной помощи Диалог вообще Есть Вообще С туристической сферой И вы сказали Извините Вы начали говорить Что вы шли И думали Что есть и хорошая И помощь Неинтересная об этом Что критикуют все Интересно Что хорошего Критиковать точно Есть смысл Есть критиковать Давайте Есть Вчера анекдот Хороший рассказал Есть хорошая И плохая новость Ну давай с хорошей Хорошая Я больше так не буду Все На этом точка Думаю что правительство Понимает что коммуникация Которая была с индустрией И вообще с бизнесом В период ковида Не была совсем удачной Я бы так сказал И на этом остановился Просто я понимаю Что люди Которые никогда Не оказываются В этой ситуации Не должны были решать За миллионы людей И за предприятие Очень большие деньги Опыта некоторых нет Министр экономики Если вы помните Поменялся в самый разгар Нового министра экономики Так и не назначили Новый министр экономики Хотя человек из индустрии Туризма В свое время Начинал оттуда Но для того Чтобы раскачаться Тоже нужно просто недели Для некоторых поступков Не было времени Этих недель Надо было принимать решения Практически каждый день Вот В этом критика состоит Критика состоит в том Что исполнительная власть Конечно должна была Поддержать индустрии И говорить о том Что необходимо поддержать Рабочие места А не переквалифицироваться Как говорилось Это очень обидно было слышать В туризме работают люди 90% Которые знают много языков В которых есть хорошее образование И говорить им Что нужно переквалифицироваться Я бы не сказал Что это не умное решение Но это просто решение Вот я сказал Неудачной коммуникации Как бы пододвигать людей Просто к эмиграции И сказать что Они-то найдут работу всегда Где-то Но тогда они в Латвии Тогда надо было сказать Министрам А вы как переквалифицироваться Ну у меня нет таких полномочий Я бы не говорил Было есть с кем ругаться Как бы только не с ними Не хотелось Все-таки Возвращаясь Вот к этому вопросу Вот на данном этапе Как можно было Активировать Вот ту помощь Которую вы получали И которую вам обещают Сейчас вот министр Вот это была негативная часть Но есть очень много позитивного Вчера мы Не вчера Несколько дней назад Мы окончательно Не согласовали Уже факт Факт поддержки от АЛТОМ Это государственная структура Которая Ну в общем Не буду говорить Инструмент 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 Который располагает С семизначными цифрами И этот факт состоялся Это очень отрадно Хотя конечно Нужно было готовиться К этому несколько месяцев А что это такое Чуть поясните Это поддержка предпринимателей Которые позволяют В период ковида Получить необходимые средства Живые деньги Для того чтобы Поддержать Бизнес А на что можно потратить Вот там есть целый список Ну зарплаты можно? Нет Новые машины нельзя Зарплаты нельзя Зарплаты нельзя? Конечно нет То есть есть вещи Которые регулируются Это связано с Возвращением денег Для клиентов Это связано с Поддержкой бизнеса Для оборотных средств Это связано для того Чтобы компания не закрылась И были сохранены рабочие места А офисы Вот вы же где-то арендуете Помещение Есть дефиниция разная Мы сейчас не будем Наверное говорить Это связано Там достаточно пунктов Для того чтобы Может продержаться на плаву Да конечно Вот это самое главное Конечно для маленькой компании Может быть семизначная цифра Она просто астрономическая компания Которая там многомиллионный бизнес делает Это не совсем достаточно Но есть ограничение закон Что сумма максимальная Которая может предоставить Одному предприятию Не может превышать Одного миллиона евро Конечно это тоже огромная сумма Но еще раз повторяю Для больших компаний Это ну так Процент 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 от оборота У нас был парламентский секретарь Минэкономики Господин Меза Он вообще Когда мы вот так общались Сказал что В туристической отрасли У нас преобладают Маленькие семейные компании А крупных вообще нет Но так ли это Думаю что нет Ну как Есть компании достаточно Сейчас не готов сказать Насколько Ну явно к семейным не относитесь Нет конечно нет Нет это большой бизнес Есть крупные игроки С именами Не буду сейчас называть В основном конечно Это семейный бизнес Это 2-3 человека Тем более им надо помогать Потому что если они Закрываются Если они не могут выдержать Им семизначные цифры Далеко не нужны Им нужна просто иногда Поддержка связанная С дикстал Например Которая тоже была реализована А вот что Способен за простой Они с 1 июля Все прекратились Как у вас Да это все Все заканчивается Но новый инструмент Грантов Или Ну называется Грантов Но это новый инструмент Который будет касаться Поддержки Потребляделей Для сохранения Рабочих мест Я бы так сказал Это уже не аутом Нет это не аутом Это уже другое Но там есть возможность Платить людям Хоть какую-то заработную плату Платит всегда работодатель Для того чтобы платить деньги Нужна хозяйственная деятельность Поскольку 4 месяца Не было никакой Хозяйственной деятельности Предприятие или закрывается Или пользуется Своей подушкой безопасности Или получает Некоторую поддержку Да Такой прямой Грандиозной поддержки Сказали Вот вам там 20 миллионов На том что вы провязали Работать Такого нет Но есть инструменты Которые помогли Преодолеть кризис Пока Это Дикставайс Которые помогли Несколько месяцев Людям выплачивать Хотя бы эти деньги Которые были В максимальном значении Назначения Это 700 евро Хотя в туризме Честно говоря Специалисты Просят Чуть-чуть побольше Я бы сказал Ну хотя бы Ну хотя бы так Да И были каникулы По налогам Которые до сих пор Работают Это тоже немало Но это надо будет отдавать Но инструмент Талтом Это тоже кредит Он не бесплатный Он далеко не бесплатный И это кредит Который надо будет отдать И если ты вдруг Влево-вправо Что-то купишь не то То ты за это еще и ответишь А что вот ваши работники Как они пока Мы никого не уволили Все люди понимают Это наверное Одна из немногих Компаний Которая никого не уволила Никого не уволила Вообще никого И кого смогли Сохранить в полном В полном объеме Заработную плату А как вам удалось так Это как раз подушки Которые существуют Подушки безопасности Это конечно очень больно И мы смотрели доклад ВИДА Они по своему считают Что средние Налоги Которые платят Например тестуры Они самые высокие В отрасли То есть зарплаты были Самые высокие Они белые И это достаточно больно Для работодателя Но мы понимаем Что это все вернется Проблема в том Чтобы это вернулось Быстрее Вот если это Через 2-3 месяца Еще как-то Не раскачается Это будет проблема Глава туроператора Тест-тур Латвия Константин Польгов У нас сегодня в утре Телефон прямого эфира 6-7-2-12-93-9-9 И через ватсап 2-3-0-6-1-9-1 Можно написать сообщение Но вот в июне Ряд тура организации Написали письмо В Еврокомиссию Помните да Указав на плачевное Состояние отрасли Во-первых Насколько вы Солидаризировались С коллегами В тот момент Внутри этого письма Конечно Вы были тоже участвовали Это ассоциация писала Так там интересно Указывается Что вот нынешняя ситуация Хуже кризиса 2008 года И там еще приведен Пример дефолта В России 98-го Тут я не знаю Насколько для нас Это было важно В то время Но действительно так У нас в ассоциации Есть люди Которые Очень тесно Работают с политиками И иногда Они рассказывают Такие вещи Что политики Просто Ну некоторые не понимают И говорят Что вы еще хотите Мы вам инструментал Мы вам каникулы Мы вам Простой Простой Да и так далее Что вы еще хотите Есть вещи Которые необходимо Объяснять Как работает индустрия Уже Ну наверное Наверное Я думаю Часто не понимают Но так сказать Чтобы углубились Этого нет И не дай бог Чтобы ожидания Которые многие Предполагают Что в октябре Начнется банкротство Компаний Которые Как бы Вот после Окончания Дикстов Не смогут выплатить Это Совсем бы не хотелось Чтобы так существовало Но тем не менее Есть конечно Вот в том числе В письме Такие призывы Для того Чтобы обратили внимание И сказали Вы не до конца услышали Вы должны понимать Что происходит На последней ассоциации Уже Ну Это конечно Не шутка была Но я сказал Может быть нам надо Сделать Министерство туризма Не для того Чтобы новое министерство Было Или государственную Государственную Структуру Какую Структуру Которая отвечает за туризм Просто Это Внутри должно быть Если у нас сейчас ВВП от туризма Это 4% А есть страны Которых и 20 и 30% Если мы это хотим То мы должны все-таки Слушать тех Кто работает И они скажут А была реакция Со стороны Еврокомиссии Вот на это письмо Ну или представители Это все работает Как всегда Это все работает Письмо проходит По всем инстанциям И потом возвращается По инстанциям Которые отвечают за это Я бы так сказал Поэтому Ожидать о том Что мы пишем И жалуемся Например Что нас не слышит Министерство финансов Или какое-то еще Потом уже туда Все это и возвращается Нет Ну в принципе По поводу Действительно Вклада туристического Бизнеса Вообще В экономику Поскольку мы знаем Какие проблемы В транзите Транзитного отраса И туризм Действительно один Сейчас В принципе То что могло бы Держаться на плаву Это всегда Не политическая структура Это всегда Компания Которая работает Практически 365 дней в году Это ведь И прием туристов И отправка Конечно Это и экспорт И импорт И это Ну невысокая Добавленная Но стоимость Но тем не менее Это плюсовой Всегда бизнес Можно ли ожидать Я понимаю Что может быть Такой вопрос С одной стороны Дилетантский Но с другой стороны Объективный Можно ли ожидать Какой-то консолидации Ну чтобы предприятие Примерно Не шло на банкротство Какие-то небольшие Компании Туристические Будет происходить Не знаю Уменьшение их Оптимизация Скупка Крупными игроками Маленьких Ну как это часто Бывает В кризис Наверное Такое тоже может быть Таких разговоров Пока нет Все Каждый Каждый за себя В данный момент Потому что Каждого Свои обязательства Но Может ли Да Ну перед работингом Перед кредиторами Потому что Все Все находятся Перед клиентами Которые куда-то Не улетели Надо выполнить Обязательства Поэтому бросить Никто не позволит Не может И все-таки Как я сказал Если мы не увольняем Людей Мы предполагаем Работать в долгу Мы понимаем Зачем мы это делаем И таких специалистов Если они завтра уйдут Так же как Ваш звукорежиссер Например Где вы можете Завтра найти Новых людей Которые смогут Но все-таки Вот этот Призыв Переквалифицироваться Он действительно Чуть нелеп Или не чуть-чуть Звучит Но вот Вам повезло Вы никого не уволили Многие уволили сотрудников Куда они все-таки По-вашему пойдут Они уедут за границу Они реально Переквалифицируются Некоторые люди Которые Когда-то Я знаю Что есть Которые хотят К нам попасть И сейчас Просто Но мы бы Этих людей Сейчас взяли Потому что Они специалисты Которые работали В других компаниях И их уволили Но нет такого Объема работы Мы не можем Просто Робин Гуд Тревел Быть То есть Это невозможно Вот чуть-чуть Подождем Есть новая Какая-то такая история Все-таки Вчера подтвердили 250 миллионов Для Аэрболтика Это позитивно По большому счету Я хотел спросить Аэрболтика Это понятно Но у вас есть Опыт взаимодействия С другими компаниями Авиационными Что-то слышно Как они будут выживать Не получится ли так Что когда Вот это все откроется Будем надеяться Что это произойдет Осенью По крайней мере Что нет на чем Будет летать Ну кроме Понятной национальной Авиакомпании Насколько адекватно Выделение Таких больших средств Аэрболтика Еще с вашей точки зрения Ну если пропорционально Отвечая на второй вопрос Отвечая пропорционально Адекватно или нет Ну судя по тому Как сколько Поддержка Ну хотя бы В виде кредитов Была Тестуру И сколько Аэрболтику Это адекватно Я думаю Что это Это достаточно большая сумма Да В Ливане было И до этого много Но просто Это слишком Дорогая Индустрия Это связанное С лизингом самолетов Это с тем Что Связано с тем Что Аэрболтика Один из самых Молодых парков В Европе Это связано с тем Что специалистов Которые На этом типе самолета Необходимо обучать Их поддерживать То есть там Целая индустрия Для Для такого Авиационного Уже почти Конгломерата Это Сумма Большая Но я бы не сказал Что даже Достаточная Да Поэтому Есть понимание Того Что Вокруг Ни в Латвии Ни в Эстонии Ни в Литве Нет национального Перевозчика Думаю Что в ближайшее время Не появится Это репутационный Такой получается Момент А вот С точки зрения Клиента И клиенту Не будет выгоднее Если сюда Запустят Несколько лоукостеров Хорошо известных В западных странах И все будет хорошо Разный клиент Совершенно Я знаю Что есть разные Компании Которые работают В авиации В Латвии Я иногда Прихожу в аэропорт И смотрю Клиенты Которые летят с нами А мы летаем Только с Аэрболтиком Я смотрю Очередь Которая стоит В Анталию С нами И с другими И я все понимаю Я понимаю Что люди хотят Хотят летать На своей компании Я это знаю Когда вы возвращаетесь Из Египта Или когда вы летите Из Тенрифа Или когда-то Из другой компании Когда ты заходишь В наш самолет Все ты понимаешь Что ты дома Все это очень Очень хорошо Есть и конечно И потом Я все понимаю Прекрасно Что я бы с удовольствием До Канадских островов За 25 евро летал Но это невозможно Но это не реально Это за Африкой Понимаете То есть есть какие-то вещи Которые Маркетинговые Получаются Но крупнейшие Туроператоры Европы Такие как Томас Кук В прошлом году Просто сказал До свидания всем По разным причинам Но в том числе Потому что переизбыток Авиации И предложение был И Райнеер Который всеми любимый И новым поколением В том числе Свои базы На Канарских островах Прикрыл Потому что понимает Что вот так летать По таким ценам Это просто себе Увы Ну вы тоже С авиационной отрасли Наверное больше работаете Вы согласны С позицией И вот господин Алинкальц Министр сообщения Он у нас тоже Это транслировал Здесь в эфире Что Латвия Авиационная держава Тогда как вот Литва Железнодорожная Эстония морская И нам нужно с этим смириться И как бы На эти две позиции Ставки не делать А делать именно на авиацию То что Латвия Стала авиационной державой Заслуга Нетекущего Правительства И даже Нетекущего Менеджмента Авиакомпании Он строился Очень много Многие люди Строили эту авиакомпанию И местных И неместных Были люди В авиакомпании Президенты Которые К сожалению Размазаны по стене Были Ну по разным причинам Ну как бы Это другой вопрос Но они сделали Аэрболтик Аэрболтиком То что сейчас происходит В Аэрболтике Безусловно Это супер преемственность Но стоит ли нам Тогда игнорировать Вот две остальные Утрусли Я думаю Что конечно Железная дорога И транспорт Как таковой Трудно сказать Насколько они могут Конкурировать с авиацией В данный момент Потому что все таки Авиация Очень дорогостоящая Но не вкладывать Безусловно Там железную дорогу Наверное не стоит Но здесь разбираться Должны специалисты Ну да А вот Такой интересный момент Бюро по развитию туризма Риги Отчиталось Вот сейчас По поводу Последних данных О туристах Сообщили Что к нам сейчас Вот ехали В этот период Финны Литовцы и немцы Больше всего Ну я так понимаю Что это в принципе Традиционные Кости для нас А там с Эстонией Так интересно Что эстонцы Не ехали И возможно Потому что В Эстонии Очень сильна была Вот эта В позитивном смысле Пропаганда По поводу того Что не нужно Тратить деньги Отдавать деньги За рубеж Вот Насколько вообще Это Насколько молодцы Эстонцы Насколько мы Должны в принципе Так же действовать Многие туристические Компании Которые работают Латвии Быстро перепрофилировались И постарались В период Когда границы Все закрылись Или только-только Открылись Эстония и Литвой Они постарались Сделать туры Ехать друг к дружке И как-то выживать Постарались Кстати Машин с эстонскими номерами Очень много было В последние Да-да-да Это правда С литовскими Еще больше Да Но у эстонцев На самом деле Ну такая Отсутствие границы Такой Виртуальная граница С Финляндией Поэтому там Может быть и не нужно ехать Но тем не менее Они путешествуют Просто прям утром туда Вечером обратно Поэтому И отсутствие языкового барьера И исторически И стратегически То есть там все понятно И для них это все более ясно Эстонцы в основном К нам в последнее время Ездили знаю декуда Ну да Алкотуризм Да Вот тяжело конечно Делать какие-то прогнозы Как мы уже констатировали Но тем не менее Учитывая вообще Опыт работы Туристических компаний Если все нормализуется Вот мы чисто гипотетически говорим Сколько вообще нужно Туристическую бизнесу Не знаю Чтобы наладить эту опять цепочку Раскачаться Все заинтересованы Все заинтересованы Чтобы все быстро наладилось Ну в том числе Как я сказал Государство все-таки помогает Это и есть Нельзя сказать Что все закрыли глаза Нет нет конечно Я сказал коммуникация Не очень удачная Но думаю что со временем Все наладится В этом отношении оптимист Очень многие иностранные партнеры Наши гостиницы Я недавно встречался С послом Испании Которая пригласила Просто понять Как будут развиваться Туристические потоки С одной из самых Посещаемых стран Европы И любимой для Латвии И Испании И безусловно Многое что было намечено Состоится Например Первое открытие Первых прямых рейсов Из Риги В Лас-Пальмас На Канарских островах Это будет самый дальний маршрут Из Риги Который совершает Air Baltic Это даже на 5 минут больше Чем до Арабских Эмиратов Если так говорить То есть все будет происходить Но это на осень Это на осень 17 октября Я думаю что к этому времени Многое что Многое что Встанет на свои места Некоторые страны К сожалению Для большого туризма Закрыты Такие как Болгария То есть если вот там Уже сейчас 30 А нужно откатиться до 16 Практически Это невозможно Сейчас Потому что Активный сезон Заканчивается уже в августе Поэтому к сожалению Болгария в этом году Будет вот в таком положении Италия более-менее хорошо Южные острова Все нормально Северная Италия Просто по инерции Как бы связанная с Бергамо И так далее Она немножко в таком Но вы прям осень Вот это уже скоро Вы так оптимистично Конечно Газируете А это туристы Это не мы на самом деле То есть они хотят летать Большое количество Последних звонков За последние несколько месяцев Это когда Ну половина звонков Когда перенесете Или отдадите деньги Второй вопрос Когда уже полетим А сейчас вопрос Самый главный Когда будет Турция Турция предпринимает Невероятные усилия Для того чтобы Ну у них лоббирование Конечно Значительное Для того чтобы Хоть какие-то страны Открыли границы Украина Белоруссия Это сделали Все говорят Что на днях Будет связано Решение с Россией Если так То Турция Очень хорошо себя будет чувствовать Но одновременно с этим Я думаю Что если туда Полетели Украина Белоруссия И Россия Где для некоторых Показатели ковида Не совсем очевидны То Европа скажет А мы пока подождем А Кипр Кипр открыт И очень хорошо себя чувствует Так что мы надеемся Что Кипр Кипр тоже сделает Удачный сезон Звонок Звонок Давайте Выслушаем радиослушателя Доброе утро Здравствуйте Здравствуйте Я хотела поделиться Немножко опытом Вот именно По поводу поездки в Турцию Да пожалуйста Мы должны были лететь В июне Как раз уже После того как сняли ограничения Ну в смысле Эту арка Эту ситуацию И у нас была такая проблема Что ни туроператор Например Ни турагентство С нами абсолютно Вообще не связывались То есть насчет того Что будет ли поездка Не будет поездки Это мне нужно было Самой постоянно звонить Спрашивать И я не знаю Как ты с Тур общаешься С клиентами Но вот к сожалению У нас в этом году Туроператор И которого мы выбрали И турагентство Абсолютно с нами Не коммуницировало Допустим Про тот же самый Ваучер Сказали Просто может быть Подумать Политику Как общаетесь С клиентами Потому что Можно сказать Что точно так же Есть вариант Вернуть деньги Мне вот просто Нагло пытались Убедить Что нет Денег никаких Не возвращают И по закону Только ваучеры И мне пришлось Действительно так Скидывать ссылки На закон Называйте автора Называйте Вот И просто Ну Такая вот ситуация Да Понимаю Я не знаю Как вы общаетесь Но Вот Желательно Так Чтобы Может быть Все Турагентства Которые у нас Латвии работают Чтобы все таки Может как-то Тоже продумали Потому что У людей Тоже ситуации Меняются И может быть Этот ваучер Не совсем Подходит Потому что Кто-то И работу Потерял И уже Там лететь Может быть Осенью Или ты Не можешь Сейчас Планировать Что у тебя будет Через год Например Да Спасибо вам Спасибо Да Спасибо Вы совершенно правы Что нет Универсальной ситуации Для того Чтобы сказать Тут будет так Или не так Это в индивидуальном порядке Все решается И я бы поставил Здесь точку Потому что Каждое путешествие И человек Которому необходимо Вернуть деньги Или перебронировать Или как-то По-другому поступить Необходимо Обязательно Идти в агентство Разговаривать Я понимаю Что вы шли Не в нашу компанию И мне очень обидно И обидно В том числе За индустрию Потому что Некоторые не понимают Если они собираются Работать один день Или закрыться То конечно Можно не коммуницировать И например Идти на радио И там Face to face Разговаривать Со всеми Это тоже Понимая Что есть обиженные люди Это говорит о том Что коммуникация Не должна прекращаться И профессиональные люди Должны общаться И выходить из этой ситуации Очень кропотливо И спокойно Но надеюсь Что Все-таки Те компании Которые были В мертвой спячке Они оживут И все будет в порядке А если нет Я думаю Что если вы слушаете Продолжайте радио Я вам предлагаю Идти в Центр защиты Прав потребителей Они реагируют Мгновенно Все понимают Что с огнем Шутки плохи Или обратиться В ассоциацию Туристических агентств Операторов Ну просто найдете В гугле Быстренько И там тоже Может быть Реакция такая Достаточно быстрая Поэтому Не стесняйтесь Защищать свои права И это нужно делать Обязательно А вот мы все эти месяцы Обсуждаем вообще Каким будет мир После пандемии Или во время пандемии Он уже меняется А вот как Ваша отрасль это видит Вот есть много Интересных предложений В том числе Так называемый Паспорт иммунитета Наверное Да вы слышали Что тут люди С отдельным документом О том что например Они сдали тест Прошли его Вот и так далее Сейчас уже кстати После вчерашнего Решения правительства Регистрировать Да Но это временно Но все равно Такой интересный ход Как вы это все видите Ну с одной стороны Это неплохо Я считаю Что это не так плохо Когда садишься В большой самолет Ты понимаешь Что в самолете Куча людей Со своими Ну там Болезнями Может быть В том числе Да Но так Мы никогда Просто до этого Не задумывались Или думали Очень редко Когда слышали Рядом с пассажиром Когда летишь В 8-9 часов Кто-то чихает Кашляет Как-то не совсем понятно Есть сумасшедшее Авиационное лобби Которое Помните Говорили Что все будут летать Шахматным порядком И же ничего не случилось Да И все понимали Что никогда не случится Потому что Эта индустрия Многомиллиардная И никто не позволит Вот из-за текущей ситуации Сделать какой-то прецедент Для того Чтобы в будущем Сломать Ту финансовую Как бы систему Которая существует В индустрии авиации Будет ли что-то меняться глобально Думаю что нет Что касается паспортов Ну Отходя от теории заговора Что это делается Не для здоровья А для того Чтобы чипировать Что касается Чисто здоровья Я только за Если честно Да Это было бы понятно Что все в порядке И можно лететь спокойно Кстати говоря про авиацию Многие думают Что Лететь в самолете Это так Все очень плохо И Там сидят все рядышком И дышат Друг на друга В самолете Воздух меняется Практически каждые 15 минут И когда он Проходит через систему Очистки Или регенерация Он нагревается Практически до 100 градусов И поэтому воздух Который потом поступает Обратно в салон Он намного чище Чем сегодня на улице Или чем мы зашли в магазин Я так понимаю дистанция Сейчас соблюдается Тоже Между сидениями Ну насколько это возможно Нет То есть если сидит Три человека То так и будет сидеть Три Конечно Никакого шахматного порядка нет Конечно Компании в текущей ситуации Стараются рассадить людей Если есть места Это да Если есть места Люди самостоятельно Как вы знаете Перебегают Из кресла в кресло Поэтому там все нормально Но такое Если будет полный самолет Как у нас в Грецию Летит И нет ни одного Рабочего Ни одного свободного места Ну да Тут ничего уже не сделаешь Поэтому путешествовать Кстати говоря Летать на самолете Это достаточно С точки зрения Педагогической ситуации Не так опасно Как я сказал Воздух Регенерация проходит В современных судах Маску можно надеть Но маска необходима Это больше такая Сегодняшний день И кстати говоря Наверное Китайцы и японцы Когда вы видите их На улицах других городов Да они давно ходят в масках И можно у них спросить Да И спросить почему Они вам расскажут Потому что воздух Давным-давно в мире Не самые чистые Мы можем похвастаться Что у нас нет смога Если вы приедете Любую крупную деревню Китая Населением 1 миллион Вы увидите Что там с воздухом происходит Да Захочется одеть респиратор А вот в Риге Я не знаю Сколько вас вообще это касалось Что в Риге была объявлена Эта кампания Рига без тебя не Рига Рижским бюро По развитию туризма И глава бюро Янис Йензис Назвал ее успешной Насколько вы этот успех Чувствуете? Когда Янис появился в бюро Я считаю Что это свежий глоток Если честно То есть предыдущие тоже Может быть хорошо Справлялись Были известные люди Из индустрии Но Янис пришел Он понимал Что приходит В самое непростое время И нужно было в том числе Побеждать эту ситуацию Новыми маркетинговыми ходами Люди заметили И на самом деле Мы же рижане с вами И мы хотим Чтобы этот город был Ну так У всех на слуху И по большому счету Нужно всегда вкладывать В это деньги А поскольку денег Дают на туризм Как мы уже с вами говорили Не так много И нужно привлекать Какими-то нестандартными Шагами Все-таки Из того, что можно было выжить Думаю, что это Одна из самых успешных Кстати говоря Есть компания Магнец Латвия Которая в аэропорту В том числе Находится в каком-то там Павильоне Между Б и С терминалом Где обдрохана куча денег Я вот думаю Интересно Кто там приходит С 7 утра Когда ты летишь Когда основной трафик Пассажиров идет Он закрыт Потом там Ну так грубо говоря Перерыв Когда все прилетают Они открываются Потом в 5 закрываются Или в 6 Не знаю Когда все остальные Потом прилетают Он уже закрыт То есть Ну как-то такое Вот есть удачные ходы Есть неудачные То что сделал Ензис Я считаю Что это удачный ход Есть неудачные Вот так скажем Поэтому в этом отношении Туризм конечно Как я сказал 4% ВВП Это очень немного Если было бы Госагентство Или люди Которые там Отработали 20 лет В туризме Которые понимают Как он строится Смогли просто давать Такие практические советы Было бы даже не 4 А может быть и 6% Это же совсем не понятно Мы же знаем Ну вот просто Для следующей передачи Можем подготовить Сколько в Испании ВВП дает туризм Сколько в Греции Сколько в Праге И так далее Там двузначные числа Да да Особенно в тех странах Где нет полезных ископаемых Как в Атвии Ну к сожалению И сезон К сожалению Достаточно короткий Мы должны понимать Что к нам Ну особо Вот завтра Послезавтра Там куча людей Не приедет Поэтому нужно Просто стараться Замечать И то что мы Сегодня на радио С вами присутствуем Это просто еще Обращение к тем людям Которые слушают И те которые Хотят поехать Я обращаюсь к людям Если министры Это не делают Я обращаюсь к людям Которые планируют Свои путешествия Идите в туристические агентства Не на словах Не в фейсбуке Не всякими флажками Рамками в инстаграме Поддержите Латвийский туризм Поддержите людей Которые с вами работают Которые мы выходили Много-много лет Рублем не надо Евро Приходите И вот Сделайте такую солидарность Просто хотя бы Несколько месяцев Понимаю Что вы не будете Это делать круглый год Но пока Есть в туризме Необходимость Заметьте Эту индустрию Я думаю Что если подхватит Хоть один министр И тоже Скажет это Мы будем очень благодарны Спасибо большое Константин Пайгов Был у нас сегодня в Утре Успехов вам Спасибо вам